Давайте перечислим положительные и отрицательные стороны классического подхода, модернистского подхода, положительные и отрицательные стороны интерактивного или активного обучения, обучения, которым мы с вами пытаемся сейчас практиковать. Итак, я слушаю вас. Классика, модернизм. А здесь интерактивный. Положительное и отрицательное. Положительное и отрицательное. Вы все возьмите себе такую же табличку и нарисуйте. Итак, я жду от вас предложений. Классика, причем я еще раз хочу повторить, что классика, что такое классика? Вседали она была. Модернизм. Она появилась вместе с модернизмом, начиная там от века просвещения и дальше развивалась. Это модернистская теория, века модерна. Теория обучения и подход к обучению века модерна. Что положительного, что отрицательного. Вы говорите, я записываю. Мы будем сейчас это соотносить к христианской среде обучения в ней или к общеобразовательным? К общеобразовательным, в том числе и христианским. Обобщенно. Да, обобщенно. Когда мы обсуждаем, мы больше слушаем или меньше? Больше. Допустим, один говорит, другой отвечает, а другие больше слушают, чем, допустим, в классической форме обучения? Больше слушают. Больше все-таки, да? Или мы просто большинством задавили тебя? Нет, больше. В классическом, в принципе, в классическом, учащийся говорит только в том случае, когда ему позволяет учитель. Когда его спросят. Его спросят, дадут вопрос, да, и обратит на него внимание учитель. Да. И там предполагаются какие вопросы? Короткий вопрос, короткий ответ по существу. Да, нет, да, в большинстве менее. Итак, как мы это оформим? Меньше слушают. Так. Положительно очень много здесь, в классическом. Если в интерактивном там куда занесет, а в классическом преподаватель очень хорошо все продумал, очень хороший план составил, и идет по этому плану. И идет пункт за пунктом. Он не будет разбирать там какого-то Джона, которого там судят за воровство или налоги и так далее. Он всю систему от начала до конца пройдет. Может быть, оно неинтересно, может быть, студенты не поймут, зачем он вообще все это изучает. Но он это изучает, он это проходит, вы должны записать и должны на экзамене все это сдать. Потом поймете, зачем это нужно было. Так? То есть, хорошая организация. План. Что еще? В этой системе, если у нас какое-то обучение в какой-то крупной компании или обучение учителей в школе, или обучение в какой-то динаминации, или обучение в какой-то секте свидетелей Иеговы. Мы можем очень четко построить план, очень четко стих за стихом выстроить, и в конце концов, студенты, обучающиеся, обязательно придут к тому, к чему мы хотим. Или они станут хорошими твердокаменными паптистами, и они станут хорошими харизматами, если там есть какое-то обучение, или они станут хорошими свидетелями Иеговы, и придут к выводу, что да, Христос – это не Бог первого порядка, а Сын Божий и так далее. Очень легко вбить в голову то, что вы хотите. Легко достигать цели. Передача информации. И тогда вот это отражается негативом. Чем? Легко манипулировать. 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 Достигать ложных целей. При вот этом обучении основная роль в классе кого? Роль учителя велика. Если это хороший учитель, это светило, это богатство, то лучше помолчать и послушать. И я так и делаю. Действительно, это богатый человек. А если это не очень хороший человек? А если он ведет, если это лжеучитель? Смотрите здесь, какая опасность может быть. Лжеучителя. Если здесь информация, допустим, по методам сварки, очень хорошая передана. Или если преподаватель сам не знает, что такое сварка и научил их сварке. После этого они будут правильно варить? Хорошо. Еще какие положительные классические методы обучения? Здесь можно научить огромное количество студентов. Можно хоть 20 студентов, хоть 150, хоть 2000 посади. Это будет фабрика по производству людей с новым знанием. Легко массовое производство студентов. Негатив в том, что это не индивидуальный подход, а как бы его назвать? Коллективный. Нет, массовый подход. Массовый подход. Нету личного подхода. Не сказал бы, что нету совсем. Ну, мало. Очень мало личного подхода. А как тогда с качеством обучения? А как тогда с качеством обучения? При таком массовом подходе? Не всегда тогда качество? Индивидуальный. А качество там не имеет. То есть, на коже заниматься, то будет у вас. Да. Здесь качество определяется качеством материала. И если материал качественный, и тебе его вдолбили, у тебя стандартизированное знание. Смотрите, стандартное знание. Вот чем была сильна советская школа. Она была единая по всей стране. И человек с Камчатки, с Дальнего Востока мог приехать, поступить в университет в Москве, потому что программа была стандартная. А здесь, значит, мало индивидуального подхода. То есть, это такое сухое знание. Так, еще очень самый важный момент. Насколько активны... Да, или пассивны здесь слушатели были. Как вы себя ведете, дорогие профессиональные студенты, во время классической формы обучения? Насколько активны? Пассивны. А, да. Учитель диктует лекцию. Ты же если захочешь активно участвовать. Ничего не можешь? А как ты можешь активно? Да. Потому что ему потом сдавать, ему потом профессию получать, ему потом эти знания нужно применять. Если он просидел, баклуши пробил. Да. Вот это пробелы потом будут. Он сам их заметит, и они ему будут мешать в жизни. Какая мотивация здесь? Вот именно что. Внешняя или внутренняя? Внутренняя. Здесь? Здесь больше внешняя. Внешняя мотивация. Внутренняя мотивация. И ты спасаешь себя, если у тебя есть внутренняя мотивация. Тогда ты активно слушаешь. А в целом вся система предполагает внешнюю мотивацию. Больше внешняя мотивация. Не совсем, но больше. А, не просто мотивация. Что, минус, да? Мне кажется, да. Правильно. Спасибо. Смотрите, еще один плюс интерактивного обучения. Ошибся преподаватель, и можно его поправить. Как хорошо. А если к вам пришел какой-то преподаватель с каким-то своим особенностями вероучения, и вам вталкивает что-то, и у вас классическая форма обучения, у вас есть способ как-то защититься? Нет? А в интерактивной форме? Нет, 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 подождите, подождите. Мы сейчас вот так вот скажем. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Обучением всегда индикаторами является оценка. Да. И оценка... Да. Оценка. Может быть положительный индикатор, может быть отрицательный. Всего лишь одна закорючка в форме 4, 5, 3, ну не 2, да? Она оценивает всю сложность того, той работы, которую студент провел в течение всего курса. Может она адекватно оценить? Попался предмет на экзамене, вопрос, который знал, ну хорошо ответил. Попался, который не знал, все, и тебе плохая оценка, хотя ты знал гораздо больше. И здесь основания для коррупции купить, как это объявление на двери экзамены, там, где экзамен приходит, все билеты проданы. Все билеты проданы. Да? Сейчас гораздо больше коррупции, чем... Ну да. То, что здесь может быть коррупция. Оценка. И очень она неадекватная. Можно записать о том, что... Нет. Оценку оставить в этом. Так, оставим здесь. Оценка всегда, не всегда объективна. Да, не всегда объективна. Вот, хорошо. Оценка не всегда объективна. Вот сюда. Не всегда объективна. Хорошо. Уже места здесь мало. Давайте теперь... Я думаю, есть много еще других характерных черт классического обучения. Если нам нужно очень четко передать то, что мы хотим передать, мы, скорее всего, будем использовать классическое обучение и вдолбить, потом спросить оценки и подготовить очень хороших воинов нашей армии и идти вперед евангелизировать. Не важно, какая-то там реальность где-то есть. Идите так, как мы сказали, научайтесь. Будьте верными. Как вас научили. И действуйте. Доверяйте Богу. Пусть даже там какие-то особенности в жизни, в конкретной среде применяются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok